Всем салют, друзья! Вы на канале J.Shamin. 4 августа стартернул турнир, которого мы все так ждали, под названием МКС. Моя команда BBG в нем принимает участие и первой, первой игрой была с грандом медиафутбола 2DRODS. Игра получилась жаркой, интересной и тяжелой для обеих команд. В этом ролике я вам покажу нашу предигровую тренировку и, конечно же, моменты с основной игры. Ладно, не буду долго томить, погнали! И мусульман пришел и сказал, держи кого? Меня. И она взяла меня руки за руки и прямо туда кафель, метла, земля. И прямо сюда, и трусик снял, и прямо сюда, соси-соси, говоришь. Интересно! Ирак, пару слов о преддверии матча. Да какой преддверии матча? У меня хитер написал, что это пухляш. Ну, по-фа... Ой. Уже я пиццу делал, все пиццу делал. Блин, ну это что было? Что, я не довел я это делал? Я всю тренировку тренировал... Ребят, минуточку внимания. Я всю тренировку... Сейчас она будет опять оправдываться и кого-то винить в том, что он обожрался пиццу, блядь. Скорее. Человек всегда так делает на постоянной основе. Смотрите. Ильхан, сейчас, говорит, Ильхан виноват, потому что у него день рождения был, а человек проставился. Я ничего еще не сказал, блядь. Да, блядь, я за тебя все это сказал. Короче, я пришел на тренировку, весь день ел, думал, сегодня будет день сушки, короче, полностью. Ограничил себя, взял балоньку, всю тренировку тренировался с балонькой, всю тренировку тренировался с балонькой. 15 минут. Ну как это? За полтора часа приехал. Захожу в раздевалку, Ильхан говорит, у меня день рождения был, а вот пацаны, ребята, хал эти пиццы. Никто пиццу не ест, а это хлеб, это нельзя выкидывать. Ну неудобно. Я все съел. Что делать, блядь? А я всего лишь спросил преддверий матча, что думаете? Себя не просили даже это. Преддверий матча, я очень надеюсь перед игрой, что у нас там битерброды мы будем кормить. Перед нам, перед этим, кудротш? Да. Тебе не кажется, что ты пиздишь, мальчик? Да. Ну ты пухташ, по идее. Вот он, родной. Пойдем, халха, воем же. Всем приветствую, новый блогер. Как стоит? Ильгей. Ильгей, Ильмар. А что снимаешь? Контент, брат. Контент, конечно. Какой контент? Отрицательный? Я показываю черную сторону команды. Ты никому не интересен. Ну это пока. Потому что пока я расскажу. У нас не медийная команда. Как мы встанем? Ты красивый. Так, прогрессивый. Быстро шутку натяну. Да? Ну ты же опять обидишься. Не про меня. Не про того. Не про кого-нибудь. Быстро, пока что пришло в голову. Да, ну, администратора взяли, он уже опаздывал. Буду голу искать. Ты был сам опоздал. Александр, а говорят, у нас нет медийных игроков. Мы отходим от нашей политики, что ли? Нет у вас. И у нас одни профессионалы со второй и с КФК. А с первой, премьер? Таких нет. Нет? Просто не знаю. Только вторая и первая лига, и все на контрактах. И мы по регламенту не проходим вообще никак. Играть не смогут. Перед игрой волнуешься? Есть такой. Ну, завтрашний. Покажем Буду без майки. Тихо, тихо. Тут ума люди 18+. Да. А, тогда ладно. Буду, напряги пресс. Это у меня на пятом. И вы рядом. И что, YouTube канал создал что ли? Пока. Процесс. У тебя далеко еще до меня. Учиться. А у тебя что, YouTube канал есть? Подписывайтесь. На кого? Ну, ссылка я не вставлю. Я Янг Роналда. Только я один. Все, пока, блин. Малой, на камеру. Здравствуйте. Пару слов. Ты теперь блогер у нас? Конечно. Подписывайтесь на Неймара. Это самая лучшая прическа медиафутбола. По факту. И вот так руки сделай. Ты глупый или что-то? Мой любимый защитник. Можно камеру обнять хотя бы мне? Защитник? Типа мы друзья близкие, что ли? Ну, ты на камеру. На камеру, да. Как ты занимаешься? На письме, мать, да. Во имя молитвы. Давай вот эту нашу. У нас что-то было. Да, все. Давай, говори. Короче, это Данки коллаборация с брендом Union. Вот. Георгий Джики шарит за кроссы. Покупали только классные кроссовки. Видите, вот у человека есть вкус. А почему они лошат? Потому что шесть человек прошли, прошли перед тем, как я тебе их принес. У них прям ходили шесть человек. Прям конечно, тренировались, жонглировали. А если я сейчас косяк найду, скидка будет? Ну, наверное, да. Вот почему нитка торчит вот эта? Потому что это стиль. Если ты обратишь внимание, это такой винтажный стиль от бренда Union. Что же, одни нитки торчит? Это такое интересное решение. А это что, накачать надо? Кроссовки качают? Нет, это значок Union, понимаешь? Скейтерский значок, который аналогичный. Я думаю, да. Люди, которые шарят в стикер купили. Китайский кроссовка заценят. Георгий, кто лучше игрок команды сейчас спрашивает? Да, ты куда лезешь? Здесь я кроссовки. С шагом, конечно. С кем сравнивать? Газ. Одним-двумя предложениями. Почему ты лучше Газ из троих? Я защитник. А они? У меня атакующие. И все? Да. Как тебе ответ, Леш? Как тебе его ответ? А я не слышно. А он не слышно. Я такой вопрос поставил, а он не слышно. Пацаны, все спокойно, все будет хорошо. Все будет хорошо, не волнуйтесь. Я застану не буду выходить на поле. Я тоже не буду на поле. Все будет хорошо. С кем игра? С ним. Он не в команде, если что. Без обид, тренер. Это мой тренер. По физподготовке. А сегодня я... Заново, Саня, подожди. Поехали, Саня. Мой личный тренер по физподготовке. Сегодня я узнал, что надо поднимать мысок. И чтобы нога не была как клюшка. Вот. И еще куча всяких финтов. Но я не расскажу вам все, потому что вы видите сами на поле. Спасибо, тренер. Мы работаем. Пару слов о завтрашней игре. Секрет, ебать. Завтра же. Буду это... Главный тренер, блин. Я же не могу поперед главный тренер сказать. Секрет, да. Парни из Бебеги, всем привет. Знаю, что вы недавно собрались. Знаю, что у вас новая команда. Кого-то из вас знаю тысяча лет. Кого-то чуть меньше. Руководители ваших чуть-чуть знаю. Знаю также, что начинается у вас интересный турнир для вас. Хочу пожелать вам удачи. Хорошей игры. Красивой игры. Красивый голо. Самое главное, без травм. Наслаждайтесь турниром. Надеюсь, у вас все получится. Самое важное, что хотел сказать. Знаю ваших руководителей. От них вы ничего не допроситесь, кроме как покушать мясо. Поэтому в случае победы 4-го числа готовы лично от себя на команду вам перевести 100 тысяч, чтобы вы потратили все вместе, как распределители. Это вы уже сами решите. Переведу либо Нике, либо Гене. Этим не доверяю двум. Все, пацаны, удачи вам. Хороших игр. Ген, ты как близкий друг Александра Кокорина. Он правду нам сказал? Конечно. Он всегда правду говорит, брат. За деньги я умру, на бровке с тобой. Если что, братец. Если что, сразу перевод идет. Карту знаешь. К номеру приеду. А малому что будем давать? Конфеты. Ну мороженое тоже. Мороженое же круто. Ну да. Я тоже мороженое такое тоже взял бы. Я поделюсь. Все. А про премком от Сани Кокорина? Так, вот это важно. Победа. И что там? Исотка. Серьезно? Серьезно. Серьезно. Исотка. Серьезно. Там все потом комментарии пишут, кто этот от... 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 От Саши. От Саши. А за что, кстати, он дает? За победу. За победу. За игру? Да. На команду. И я правильно понимаю, если... 100 тысяч чего? Вот хороший вопрос, да. Не, он просто валюту знает такую? Обычку. Просто вот это меня интересует. Я правильно понимаю, если мы проигрываем, ты ему сотку закидывай. В одну сторону. В одностороннем порядке? В одностороннем порядке? В одностороннем движении. Да. Давай так, на что ты потратишь свою часть? 3 тысячи рублей. 3 тысячи рублей. Я сказал, я хотел... А можно, а ты трёх что-то? Не надо. Так, на что я потрачу? А еще говорят, завтра будет форма. Она же бывает. Гореть. Мы говорят, все будем в форме завтра. На что я потрачу? На контент, наверное. Да. На контент. На контент потрачу? 3 тысячи рублей. Новая селфи-палка? Кстати, мы с тобой снимаем 24 часа. Что снимаем? День со 100. Давай. Все. Слышали? Георгий, ну вы переживаете перед игрой? Вот уже на вы, молодец. Я не переживаю. Быстро раз. Я не переживаю. Он до сих пор не отошел после того... Ничего переживаю. После ужина еще. А что на ужине было? На ужине? Ты в дрова был. Не было такого, не было такого. Куген, было такое? Да. Ну что, ребята, вот и наступил этот долгожданный день. Сегодня первый официальный матч у моей команды. Мы все упорно готовились. Все старались. Все работали. Посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, что все будет топово. Нам очень повезло с группой. Мы играем с тудротцами. Это вообще медиа команда. Это топ. Нам очень повезло, что потом мы играем еще и с Амкалом. Это поможет нам раскрыться и медины. И показать вообще, что мы из себя представляем. Сейчас я уже двигаюсь на игру. Даже немножко волнуюсь, честно. Единственное, что оставило плохой оттенок, это то, что мы играем без болельщиков. Вообще, медийный футбол это есть болельщики, есть камеры, чтобы все смотрели. Добавляли вот этого подогрева, шума. То, что нет у нас в ФНЛ. Даже иногда где-то в премьер-лиге. В ФНЛ-2 вообще молчу. Даже 70% медийного футбола, оно из-за этого состоит, да, я считаю. Сегодня этого не будет. Поэтому как-то немного стало обидно из-за этого. Даже друзей, жен, мам не пускают. А вообще никого не пускают. Ну, надеюсь, во втором туре это все уже закончится. И мы сможем позвать своих VIP-гостей, друзей, девушек, жен. Болельщики наконец-то придут. Так что, ready? Let's go! Это кто? Это кто? Это президент? Знаете, как ехать? Я за вами туда поеду. Да, налево. Он все равно знает, походу. Президенту объясняю, как ехать. Я оттуда. Бей-беги здесь получается. Так, что тут за очередь? Здравствуйте. Мы за Бей-беги, конечно. Можно фамилию? Шамин, Евгений. Есть хоть список? Да, есть. Слава Богу. Еще раз, пожалуйста. Могу прийти? У кого болит? Правильно, правильно. Вот они, тут родцы, а? Здорово. Здорово. Как ты? Нормально все. Я ему все толкал. Гуччи, гуччи. Беги, так вот. Здорово, мой брат. Здорово, брат. Как неудобно все нести и снимать? Не надо, брат. Лучше скажи, как ты провел эту ночь? Как ты готовился? Великолепно. В 12 я уже спал. Серьезно? Да, конечно. Дня сегодняшний? Ладно, можно колоночку? Да, конечно. Портфель тоже могу. Не-не, это только это. Портфель нормальный? Очки понести твои? Не-не, очки мне... Я как лепс. Ну серьезно, что делал? Во сколько лет? Да, где-то в час. На камеру? Ну, окей. Вроде включено, да? Да? В 12. Ну что, мы готовы? Ты готов? Я 100%. Во сколько лет спать сегодня? Я проверял, кто в сети, а кто нет. Я сегодня заснул, знаешь во сколько? Ты лег рано, да, походу? Ген, подожди, ты не в кадре. Ты рано лег? В час, кстати, я скажу. Да, я с людьми поздороваюсь. Брат, брат, я к тебе хотел последнего. Смотри, ты у меня сказал, что ты ждешь бутербродов в раздевалке. Ты про что имеешь? Вот мы за 3 дня разговаривали, ты сказал. И бутерброды с чем? Я не знаю с чем ты хочешь. Но бутербродов нет. Нет, не забьет. Ты можешь на камеру говорить? Я не умею на камеру говорить. Ну что-нибудь. Ну что-нибудь. Ну что-нибудь. Ну ладно. Как ты готовились к нам, брат? К вам конкретно? Нет, мы просто готовились. Так, раздевалка тут рот. Ага. Бля, как тяжело. Смотри, брат. Вот админ. А где дед, бля? Так, так. Это форма. Это форма. Привет всем. Вот она. Вот она. А вот я же говорю, между центром я и осенью. Самодр. Тар. Строго. Нас выгнали из раздевалки за плохое поведение Бахи. Опять вкинули? Нет, сейчас нет. Тогда рэп читаем. Потом буду читать. Ладно, потом. Вот он. На серьезности. Сикцесс нормально? Да, да. Это кто? Его, бро? Как это? Знакомый давно уже. Это тренировки познакомились? Опять? Опять пихать, а? Видно настроен серьезно. Против тебя. Против меня. Удачи. А удача всегда с вами. Спасибо. Саня. Ты слышал? Это бедо. Договорились, да? Придется, да? Сегодня докажешь, да, Саня? А что делать? Придется, получается. Ты, главное, мне покажи наши ворота, ладно? Они же одинаковые, правильно? Наши ворота. Только стороны разные. Яга, брат. Ну как ты отдохнул, бро? Нормально. Что он тебя бьет? Я не бью его везде. Мы и дружины по банке. Ну и мои тоже получали. Что, выходим уже на полянку? Пока просто постоять. Сапузо. Кус? А где Кус, кстати? В смысле? Александр Кус. А, ты? Ты изменился. Побелел чуть-чуть. Ну, блядь. Он меняет. Главное, чтобы анус не побелел. В Москве тоже многие меняют. В Москве вообще очень сильно людей меняют. Особенно с такой прической, когда люди рядом приходят. Он просто завидует, что у меня растут волосы, а у него нет. Я боюсь таких. Не надо. Все. Я увел камеру оттуда. Я оттуда увел камеру. А, слушок пойдет. Ты сам покрашенный, смотри. Да ты что, дурак что ли? Смотри, видишь? Ты был брюнетом себе. Ну конечно. И борду покрасил. Да, да, да. Это наш талисман. Ну, у тебя бачу как шаля весь. Его можно под майку положить сюда, и никто не поймет. Карет, ну твоя бывшая команда. Бля, да. Как-то по особенному настраивался? Может не спал ночью? Да не, не, спался нормально. Чихать не пьешь. Мне интервью не мешает. Не, настрой боевой. То, что бывшая команда, да нет такого, знаешь. Ну, понятно, что хочется забить там, как и... Будешь отмечать? Да буду, конечно, праздновать. Ко мне побежишь? Это медида. Не, он после и времени. Нет, виду, будешь отмечать? Можешь с вами сфотографироваться? Нет? А, это не криш. Это не криш, бля. Это не криш, бля. Знаешь, в Питере есть это... Можешь сказать свое фирменное порежем? Ну, вырежем. А, вырежем. Порежем и вырежем. Мне кажется, у меня контент будет лучше, чем на основном канале. Да? Ха-ха-ха. Как закросятся? Блин. Так. Настрой боевой. Да и все на это. Ха-ха-ха. Ну что, ребята, вот мы выше на разминочку. До матча осталось совсем чуть-чуть. Скоро мы все узнаем. Блин, табло не поменялось. Результат матча. Брат, какие предикты? Русские. Предикты. Прогнозы. Прогнозы? Учи английский на математику. Я в 7 классе ничего не знаю. Можешь предикт мне сказать? Только победа наша. Только победа. И туда теперь. Только наша победа. Где мяч? Не видно? Чертвой. До брия. Ей. Четвертый. Было случалось? Походу да, блин. Он не понял. Ну поэтому он не в Спартаке. Потому что не понял. Это что сейчас было? Наход. А, на чей? О! Медом намазан. Ладно... Тяжело пока. И сможет ли Александр Соболев обыграть Егора Флэйми? И что за заруба? Ну это нагло, наглёшь, наглёшь. Что сказать, друзья, начинается, надо выиграть первое место и ещё б не было вот таких. Ты видел плакат какой? Про Саш Соболев. Саш, плакат видел, надо выходить. Они сейчас где-то вот там, где-то летают, надо чуть-чуть приземлеть. Поплотнее, да, пожёстнее. Камин, да, в рамках правил, жёстко встретить, как полагается. Всё, давай, давай! Поплотнее. Ега, Гена, я Баха. Почему мы с... Это не банка, это бинтка, бинтка. Ген, почему ты на банке? Потому что я не в основе. Логично. Тише, брат, почему у тебя будет контент интересный? Конечно, я же тебе говорю, сейчас перенаправимся, подписаны. Ой-ой-ой, какое падение. А здесь, может быть, уже сразу получится опасный момент какой-то или уже... Не-не-не, опасное нарушение со стороны игрока Тудротс. Пока выключаемся, ребятки мало. Но когда будут опасные голы, включимся. Да, Баха? Сзади по открытому. Просто скажи, что мне. Давай, умничка, молодцы. Он всегда говорит. Так что... Всегда говорит. Илево вот так махаешь и вверх уходит. Ну вот, то есть, Тудротс теперь уже больше контролирует мяч на своей половине поля. Стиль. Тут можно сыграть. О, нет, нет, а пенальти, а пенальти, по-моему, нет. Да, конечно, конечно, Рэф, пенальти. Нам поставили пенальти, которое непонятно вообще было он или не было. Был пенальти? Да непонятно, блядь, если честно. Он сзади, видишь, походу. Знаешь, что самое обидное? Что они половина поля не переходили. Выбежали. Ну что, блядь? Давай, блядь, давай! Давай, давай! Когда я разворачиваюсь, пенальти не сбывается. Дорогие друзья, 11-метровый Алик Стиль. Но, можно сказать, первое результативное действие. Да, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что защитник-то не специально все это сделал. То есть, он не видел просто, где находится его оппонент. И у Стиля хороший был момент. Очевидно, что он мог здесь забивать. Но кто знает, чему это все привело бы, если бы не нарушение и не пенальти. О чем мы говорили, будет ли его дебют во всей красе, и начнет ли он с гола свое шествие по карьерной лестнице в команде Тодротс. Пожелаем Алексу удачи. Очень приятный человек, хороший игрок, высокого качества и скоростной. Алик Стиль, разбег, удар! И 1-0! Прошил! Риэлтор почти взял! Риэлтор почти взял! Он не отбил? Он... Попихуй снимаю. Отбильно, конечно. Как, что было, я все равно сказал. Просто в угол Буды отбивает. Ничего, ничего, сейчас забьем. Сейчас все будет, сейчас будет полный газ. Короче, пока 1-0. Первый тайм. Ну, душим так, если честно. Если честно. Думаю, второй тайм мы расколдуем эти воротки. Эти-то расколдованы, уже сюда забивали. Думаю, залетит. Треча, да. Они же здесь на поле будут валяться. Поэтому нам с тобой легко говорить. Мы больше болтаем. Да-да-да, мы не на поле. Мы не потеем. Какая петальша, боже мой! И даже сейчас от штанги залетело. Это 1-1! Вы посмотрите, они сейчас этот газон промнут под собой. Там 100 человек мнут 1 квадратный метр. Накрапывал, накрапывал этот мяч. И в конце концов они смогли занести его в ворота. Очень, очень крутая передача. Ну ничего, они сегодня отскочили. Мы сейчас видим. Полностью сила. Ну просто, ну, столько моментов. Начинаю с... Да нет слов, Сань, нет. Ну как, тут даже нельзя описать общинечку. Отскочил! 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 Отскочили! Что это, блядь, орешь? Подходи, 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 подходи! Доставьте после игры! После игры, оставьте! Оставьте то, что было в игре, остается в игре. Чуть-чуть агрессии, но мы не такие. Ну, не, нет, хороший, блядь. Саня! Саня! Ты кто еще? Саня! В смысле это кто, блядь? А ты только через кто общаешься? А вы только на самую маленькую можете. Так он сам подошел. Нет, он сам подошел. О, здесь стена есть. Подожди, смотри, смотри, трезвый. Да подожди, подожди. О, о, о! Вы, вы, вы должны воспитание, я показываю. У тебя малыш орет, тут Росбейн видит. Зачем вы вкидываете это? Я не понимаю. Ты такое кричал? Да, брат, мы с целью выиграли. Что там такое? А ты скажи. Нет, Артем, что там такое? Блядь, вы вкидываете, брат, мы играем. Мы играем. Пацаны, только что, блядь. Вот он кричал, отскочил. Блядь, у вас, малыш, а нет, кто только что орал. Вы на пример, мы это говорили. Вот тут все, отскочили, отскочили. 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 Тут Росбейн видит. Плечи шел. Да это же футбол, брат. Да это не футбол. А ну мы же без мата кричим. Что? Что, блядь, мы-то не слышим. Я говорю, что он, ну и на пусы, мы все обречили. Где он сказал, отскочили. Тут Росбейн видит, вкидывает. Что, если я человек, я, блядь, с тобой не могу тебе что-то сказать, блядь, или ты мединоварь? Нет? Ты что, дергаешься-то, блядь? Дерганный, что ли, или что? Ты дерганный, нахуй ты мне нужен. Пришел, ты пришел, ты, блядь. А, блядь, нахуй дергаться. Пойдем, блядь. Манай, какой стал большой, а? Вот был таким, был таким, а? Вот на моих руках. Солюбай. Для счастья? Да, блядь. Солюбишь, мы были. Ебать, ты на дохуй. Блядь, человек приходит в футбол, вроде бы. Это медиалига, вот на обычный футбол я не прихожу. Че, как это? Че, было бы вам? Брат, ты сам допоминал, сколько вы тренвайсите? Две недели, точно. Три, да? С августа. С августа. Ну, для деду нерок. Какой с августа? В июле. После финала деду нерок появились. Вышел сбор, блядь. Мы только заехали, блядь. Пошли, блядь. Слава мне, блядь. Пошли. Блядь. Ты такое видел когда-нибудь, такое отступил? Но я считаю, что все молодцы. Дожали, бакли, чуть-чуть и счет. Пару слов о игре на мой личный YouTube канал. Да. Четыре момента во втором тайме. По-моему, больше. До самого конца давили. Блядь, решай в конце. Два мяча, вот когда Осип. Сан, я, короче, пошел. Блядь, пустые. Просто забивай, блядь. Ну, вот чуть не повезло нам. Они очень фартовая команда. Им, блядь, как будто реально везет. И даже, блядь, баху даже не выпустили. Потому что настолько, блядь, нервная игра будет. Даже меня. Даже тебя не выпустили. Меня-то ладно. Ну, бахать. Бахать. Ты готов? Ты готовь все? Я сейчас даже не оторвать кого-нибудь яйца. Я сейчас нахуй. После игры сейчас свет выпечешься, брат, не я. Да. Да. В этом плане, конечно, не, игры, это самый сильный матч, в котором мы играли, бейсман, они на самом деле гораздо слабее вас. Это был самый вот реально сложный матч, на них. У Юлия Олимпия, блядь. Не, ну я посмотрел, блядь, у вас в центре вот этот парнишка. Пиздец, ты с Саши. Не по-от-от-от-от-от-от. Да. Хороший, милоч. Ну вот мы, грубо... Ты кто, просмотрил опять? Да, может, да. Скинс? Потому что он мало играл. Да? Мы сейчас ему дали шанс. Он там в центре вырывал вообще он, блядь, всю игру в центре что-то есть. Что, в финале встречаешь? Блядь, я буду только за. Вот. Ты знаешь, мы с бейсманом так заблевались в свое время, то, что в финале. Вот пока, на самом деле, это самый сильный матч, ну серьезный. Я, конечно, не знаю, какие остальные команды в группе, в других группах, но... Вот этот матч достоин, чтобы мы его переграли. Тут ничья, а не просто. Это будет красиво. Это будет точно красиво. Это будет точно красиво. Амкал как? Сильный. Сильный? Они сейчас усилили, сколько там? 4-5 людей на обществе. Да. Посмотрел, завтра у них матч, поэтому хочется посмотреть. А че ножки сзрют у нас? Да. У нас сборы там, че там. У нас утром тренировка была. Они че сцены? Да. Поэтому нас пока гоняют. У нас так получился, что сборы у нас перегонят. У нас должно быть до МКС, пока и во время тессин поехали. И сейчас мы пока все немножко ватные. Я так понимаю, извините. Я так понимаю, вы будете постоянно на сборах и на матчи приезжаете? Еще 10 лет еще. Да, будет 10 лет. И вот потом на второй тур, по сути, можно с сборов в финансе и катимся. Поэтому, на самом деле, хорошо, что первый матч был именно с вами и такой. Потому что, возможно, они будут попроще для нас, как в физическом плане. Спасибо. Вам тоже спасибо. Это было охуенно. Вот он, секрет. Увидимся. А? Ладно, брат, по игре. Тяжело было? Да. Физически тяжело было. Надо нам набирать. Мы сейчас на сборах. Пацаны, видно, что готовы лучше. Нет, готовы. На игре физически нас переигрывали. Но мы терпели. Как бы это было установка тренера. Потерпели, потерпели. Ну, первый тайм такой был. Туда-сюда. А во втором тайме они начали проседать. И мы начали уже просто контролировать мяч и давить. Нам надо было еще чуть-чуть давить. Ну, кстати, могли бы пропустить. Ну, вот этот момент. Да. Один на один выход. Или когда крапивник. Если что, я могу за 500 трэвисов взять. Отсылочка. Отсылочка. Да. Я такой жуткий. А если крапивников тебе гудал, ты тоже. Опустые. Да. Ну, как бы все равно. Это не отпускает этот момент. Что ребята себе беги были физически сильнее. И мы старались вот. И... Я считаю, что и для нас, и для вас это ничья, в принципе. Как отправная точка в турнире. И... Да. Мне кажется, что в финале. Да, если мы встретимся в финале, вот это будет просто завершение всей истории. Сегодняшней, которая началась. И в конце мы увидимся и решаем. Вот это будет очень красиво. А если это еще и по пенальти будет? Это как в испанских фильмах. Да. Интересно, а в этом турнире будут пенки или вот гулиток? Я думаю, что Герман против. Просто пенки. Да, я думаю, обычно. А, он писал регламент пенальти. Просто пенальти. В конце мы чуть поссорились, но мы не ссорились. Да? Да это же поле. Это эмоции. Это футбол. Так бывает. Это футбол, конечно. Это любой вид спорта так. На поле конфликуют. За полем вышли, руки пожали и пошли там. Ну, я хотел, конечно, воткнуть бутылку в одно место его в моменте. Когда у меня... Вот это вот. Это порежет. Вот это так таджикский. Вот это вот. Вот это вот. Обычай не видел, что... Да я боялся. Не, не, не. Я прямо прямой ногой. И в последний момент прямой ногой он просто видел, что он ломает, реально. Убрал его. Да не, нормальные эмоции, все. Влог как-то. Брат, лучше, чем у BabyGaming, кажется, будет. Не хуже. Что, в компы пойдем? Разъебу тебя. Ты что, в контру играешь? Да нет, конечно, брат. Что, травим? Ты же в доту играл? В доту, да. Сколько ММР, типа? Блять, что, блин? У меня, бля, часов 100 максимум. Это классика, бля, понял? Первый вопрос, и сразу же определяют уровень. Да, ну ты все понимаешь. Бля, часов 100 у меня было. У меня часов 100 было. У меня часов 100 было. У меня 100 тоже. А, серьезно? Ладно, проигрую все. Я что-то могу побороться. Что за икс? А как выкрасишь теймер, когда кричит его? Я говорю, он не играет, как сколько? Минус всего 8, но он был заявлен. Я говорю, пожалуйста, уберите его с профессионалов на поле. Самое интересное, он до этого не играл, понял? Он считается профиком. По игре тоже профиком. А ты профиком считаешься? Да, представляешь? Я в ноябре закончил. Он закончил. Он не начинает. Пиздец, В. Профик, вроде. Еще хотелось бы прокомментировать ситуацию, что многие говорят, что Бебеги одни наемники, одни профики. Мы сюда пришли только за деньгами. Ребят, это не так. Бебеги, нет таких сумм. Ну, нету хуже. Уже услышьте нас. Нет 200, 300, 400. Таких денег нет. Тут не заработаешь какие-то миллионы. Мы сюда пришли все развиваться медийно и делать контракт. Мы много не будем говорить. Вы сами все увидите. Поэтому просто болейте за нас. Верьте в нас. И поддерживайте нас. Друзья, вот таким получился ролик. По моему мнению, мы больше заслужили победы. Потому что владели большим преимуществом и имели огромное количество моментов. Ну и тут Дродцы настоящие молодцы. Они бились всю игру. Старались. Не показали реально настоящий характер. И за это им большой респект. А на этом все. Надеюсь, вам понравился мой влог. Это мой первый влог, поэтому не следите строго. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки. Пишите свое мнение в комментариях. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Это здесь был. На мой инстаграм, который запрещен в сети. И на этом все, друзья. С вами был Джей Шамин. Дальше больше. Todo мужчина. Субтитры делал DimaTorzok